До режима самоизоляции Александр работал фитнес-инструктором, но сейчас временно безработный, зарабатывает онлайн-тренировками, однако готов пойти на любую оплачиваемую работу. Да, готов. Все, что связано с физическим трудом, в принципе, ну, моя прошлая специализация была связана с этим. Я готов получать меньше, но продолжать по этой же специфике. Ну, возможно, грузчик или тяжелая работа. К слову, почти 56 тысяч вакансий предлагают приморцам на федеральном портале «Работа в России». Жители края, заинтересованные в трудовой занятости, могут найти место, соответствующее уровню образования, опыту и квалификации. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и выбрать подходящую специальность. Изначально были рекомендации от Министерства труда и социальной защиты РФ всем работодателям, в том числе малому и среднему бизнесу, регистрироваться в федеральной базе вакансий «Работа в России». Сегодня это нужно делать уже в обязательном порядке. Наличие личного кабинета – это условие, благодаря которому предприниматели, оставшиеся без работы люди, могут узнавать о существующих вакансиях, получать приглашение на работу, а также претендовать на существующие меры социальной поддержки, в том числе и пособия по безработице. Ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости только после личного обращения с необходимым набором документов в центр занятости. Однако в сложившейся ситуации выполнить все условия просто невозможно. Поэтому и решили оказывать помощь через единый федеральный портал. Сегодня в Приморье насчитывается около 11 тысяч безработных. Зачастую люди просто не хотят вести какую-то непрестижную, по их мнению, деятельность. Кто-то не имеет должного образования, квалификации, опыта, но желает сразу высокую зарплату и хороший пост. Но сегодняшние реалии показывают жители края, готовые к любой оплачиваемой работе. Пришлось бы работать, потому что надо работать, чтобы существовать, есть и так далее. На какой? Ну, на низкокалифицированной, мало ли какая, там уборщица, санитарка, какие еще у нас есть работы. Ну, то есть пришлось бы идти на любую, дабы зарабатывать деньги. Я даже не знаю, потому что, опять же, я так думаю, что без работы я не останусь, потому что я врач. А так, наверное, ну, если очень нужны деньги и, в принципе, тебе за это платят постоянно, то я думаю, да. Граждане, потерявшие работу или оказавшиеся в вынужденном отпуске без содержания, могут обратиться в службу занятости Приморьи и принять участие в общественных работах. Добавим 12 тысяч 130 рублей, пособия по безработице в максимальном размере будут получать жители края, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных. Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей одному из родителей. Ранее не работавшим гражданам, уволенным до 1 марта и состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель, пособие будет назначено в минимальном размере, увеличенном на районный коэффициент. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.